Срочная, даже где-то радостная новость для автолюбителей. Техосмотр по-новому перенесем. Реформа в порядок проведения технического осмотра не стоит на месте. И наконец-то она достигла своего максимума. Такого максимума, что даже физически и технически стало нереальным. И соответственно последние дни начало вступления в силу данной реформы пришлось отложить. Новый порядок технического осмотра, который должен был бы заработать с 1 марта, вступит в силу позже. Ну примерно с 1 октября 2021 года. Хотя это тоже не факт. Сколько раз нам с вами переносили такие жесткие меры? Новые требования к порядку проведения технического осмотра поставили в тупик даже станции технического осмотра. Во-первых, оборудование фото-видео фиксации, которое необходимо для проведения технического осмотра, не факт, что смогло бы своевременно и точно с привязкой к местности, с допустимой погрешностью, передавать нужную информацию в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Во-вторых, а где найти такое количество технических экспертов, соответствующих квалификационным требованиям? Если учесть, что один эксперт должен потратить на проведение технического осмотра одного автомобиля около получаса, то за смену он способен осмотреть 16, ну пусть 20 автомобилей. А если все помогутся проходить технический осмотр по-новому, то запись на техосмотр будет на 10 лет вперед. По средним подсчетам, пар только легковых автомобилей составляет более 50 миллионов единиц. Когда все успеют пройти техосмотр, непонятно. А если учесть разнообразие конструкций автомобилей, их марок и моделей, то станции технического осмотра, кроме своих технических экспертов, должны быть еще оснащены диагностическим оборудованием, которое способно провести диагностику всего автопарка России. Трудности с проведением технического осмотра могут привести к приостановке деятельности перевозчиков, а это снова нагрузка и на бизнес, и на тарифы. Кроме этого, без получения диагностической карты, страховые компании не смогут оформлять полисы ОСАГО, что в свою очередь опять удар и по бизнесу, и по автовладельцам. Проанализировав все «за» и «против», оценив все риски, было принято решение о подсрочке реформы порядка проведения технического осмотра. Пока что еще до 1 октября. А там далее поживем, увидим. Хотя самого документа, отменяющего данную реформу, еще никто не видел. Так что у нас еще все впереди. Правильнее было бы провести реформу технического осмотра в тестовом режиме, то есть поэтапно проверить ее на живучесть. О последних изменениях в реформу технического осмотра все. Я же на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok